Это, знаете, сопротивление. Когда идёт сопротивление, нужно обязательно идти в него. Сопротивление, например, к чьей-нибудь там, не знаю, там, аромату. Ну, я не говорю там про запах говна, да? Что там какой-нибудь аромат чувствуешь, там, запах масла, и тебе не нравится. Идти, почему тебе там не нравится. Что это за запах, что он тебе даёт, что ты не принимаешь. Мы потом в закрытом кубе можем сделать разбор по запаху. Какой запах, за что отвечаем. Мы уже прием, ну, когда с Алтая, и тогда в закрытом кубе сделаем такой разбор. За что отвечать, что не принимаете, какую-то программу. Это был основ и был карсин. У меня, например, вот здесь духи какие-то. Души нет, это химия. Химия и химия, да? Да, я души тоже не принимаю. Я уже давно их не принимаю. У меня даже если бывает, что брызнешься духами, у меня прям такое, ну, через минуту у меня прям всё бывает. Полуды реально, тело начинает. К нему приходят по-разному. С кем-то это случается. Кто-то каким-то путём любым другим. Кто-то там через какие-то аскезы, через тёмные ретриты, через голодание, через ещё что-то. А что это за состояние? Ну, когда ты есть, всё. Оно случается. Ну, как бы у меня, ну, как оно случилось? То есть изначально, когда вообще первый раз меня туда выкинуло и потом обратно как бы выкинуло на землю. Первый раз у меня это случилось, когда я сидела, смотрела, ночь была. И я просто сидела, смотрела на тело. Сколько там посидела, я не знаю. И я потом вижу, что просто такой свет, он просто вот прям свет. Я смотрю на тело, у меня вот как сквозь пальцы такой свет. И оно как будто вот тело светом растворяется. Но это, наверное, в человеческом времени длилось, наверное, несколько секунд. Мне показалось, что это было долго. То есть я прям вошла в это состояние. А когда уже второй раз, ну как второй раз, то есть я его славливала, славливала состояние, а потом как-то сижу, я вижу, что у меня как-то этот вот мир, он просто, вот он как прозрачными кирпичиками, что ли, вот так вот разбирается, как матрица. И тут же собирается. И он такой же, вот как бы внешне такой же, но он абсолютно другой. Там нет вообще ни грамма лжи. То есть когда мне сейчас кто-нибудь что-нибудь говорит, я сразу же вижу, человек вообще говорит, он сам с собой даже не согласен. Но не всегда я это озвучиваю. Потому что бывает, что человек как-то говорит, он в это верит. И если ему глупо сказать, что это не так, он пойдёт в агрессию. Ему нужно прожить своё недоверие к себе. Это всё сразу же видно. То есть тогда уже всё становится на поверхности, тогда нет лжи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова